Всем доброе утречко! Ну что, отгадайте, во сколько я вчера спать пошла? Точнее, сегодня. Где-то в 4 часа. Поэтому сегодня мы жестко проспали. Я потому что легла спать пару часов назад. А Андрей просто по умолчанию всегда просыпает, поэтому мы в 8 часов утра где-то проснулись. Быстро с пены у рта начали собираться, одеваться и ехать на работу. И отвозить Янчика в садик, потому что подвозка, естественно, тоже уже давно уехала. Мы на нее не успели. Ой, такое дождино у нас идет. Капец, долбит прям. В общем, сейчас у нас 8.30, мы отвезли только что Янчика в садик. И сейчас быстро поедем на работу. Товарищи опоздающие, и у нас такое львенюга, просто капец. Вообще нетипичная для Израиля погода в это время года. Кстати, сегодня 1 апреля, видимо, погода тоже, наверное, с теми шутит. Вот такая вот у нас сегодня погодка. А вон Андрей бежит. Опять, естественно, в одной футболочке. Кстати, в новой. Ну как, промок? Нет. Совсем, да? Че, как-то. Норм, да, все? Ты почему куртку не одеваешь? Че, как-то. Боюсь. Не, ну дождик вообще, конечно. Бабахает вообще. Знатно. По-зимнему, я бы сказала. 1 апреля. Ага. Да шутка какая-то. Ого, я тоже так сказала. Смотрите, что происходит. Опа-опа. Грузовичок. Капец. Потоп. И у меня упал телефон. Блин. Всем привет. Вот я уже давно дома. Пришла с работы, отдохнула. И сейчас хочу ответить на ваши вопросы, которые вы задавали мне по поводу моей поездки в Лондон и в Диснейленд. Вот я все ваши вопросы читала, я все ваши комментарии читала. К сожалению, у меня совершенно не было времени, чтобы дать какую-то реакцию на них, ответить на них. Я, конечно, стараюсь всегда отвечать на ваши комментарии, но в поездке у меня не было времени вообще ни на что. Но еле находила время на монтаж. Вот поэтому хочу сейчас ответить на ваши вопросы, которые вы задавали. Но перед этим хочу вам еще кое-что показать. Один подарок, который я вам не показала во вчерашнем влоге, потому что его у меня с собой не было. Сейчас я вам покажу классный. Я думаю, он стоит внимания. Своей подружке Лизе я привезла вот такую классную кружку. С мини-маус. Лизке, тебе тоже нравится кружка? С мини-маус. А сзади написано, переводится как «Утро не бывает симпатичным». Наверное, так. Как-то так. В общем, классная кружка. У меня ее с собой не было, потому что, когда я была в Диснейленде, я отдала эту кружку своей подруге, которая тоже ездила в командировку. Она просто после Диснейленда уезжала обратно в Израиль, и я продолжала свое путешествие. У нее был полупустый чемодан, она мне предложила забрать у меня вещи, которые мне не пригодятся в Лондоне, чтобы потом не тащить все эти вещи туда-сюда. К тому же она знала, что я поеду обратно с огромным чемоданом. Поэтому я ей отдала эту кружку, она мне сегодня ее на работу принесла, и когда мы с Лизой увидимся, я ей ее подарю. Я надеюсь, Лиза не смотрит мои влоги. Ну, вроде нет, вроде не смотрит. Это Coca-Cola, да. Кстати, я в Лондоне очень мало Coca-Cola пила. Еще кое-что хотела сказать. Когда я пересматривала вчера на компьютере, на большом экране, видео из Лондона и из Диснейленда, свои влоги, я увидела, что они не того качества, которое я ожидала. То есть они какие-то не яркие, они немножко даже размытые в какой-то степени. А моя новая камера, на которую я сейчас снимаю, она классная. Она снимает очень яркие, сочные цвета, она снимает очень четко. Поэтому мне было удивительно это видеть. Я начала проверять, что происходит, почему это так. И поняла, что когда я перекачивала файлы с камеры на телефон, делая это через Wi-Fi, получается, либо телефон сжимал файлы, либо камера сжимала файлы, чтобы они весили меньше, и легче было, и быстрее было их передать с камеры на телефон. И видео очень сильно урезались в качестве. В общем, разочаровалась я немножко в этом методе монтажа видео в телефоне. То есть, когда я снимаю на телефон и монтирую в телефоне, то видео выходит нормального качества. Но когда я перекачиваю с камеры на телефон, качество теряется очень сильно. И резолюция, и передача цветов. В общем, оказалось, что это не вариант таким образом монтировать видео. В телефоне очень жалко, потому что... Я думала, что это офигенный вариант. Это очень удобно, но надо найти какой-то другой вариант для путешествий, чтобы передавать вам красивую картинку. Ну, давайте теперь перейдем к вопросам, наконец-то, а то я тут наболтала. Андрей с Яном, как там справляются? Ну, Андрей мне сказал, что они справлялись вообще замечательно. Даже не ели особо полуфабрикатов. Он мне показал, открыл морозилку, сказал, смотри, ни одна пицца не съедена. В общем, молодцы, справлялись хорошо. Приехала в чистую квартиру. Вот, была гречка с мясом. Молодцы. Даша, классная у вас командировка. Вы работать-то успеваете? На самом деле, да, мы работать там успевали. И работали достаточно много. У нас был настолько расписан график, что мы буквально там с одного места бежали на другое место, чтобы все успеть. И поэтому я в перебежках где-то снимала. Плюс у нас были разные мероприятия, на которых я могла снимать. Поэтому я и успевала что-то поснимать для влога и поработать. И работали мы там достаточно много. А у вас большая группа из Израиля? В Диснейленде у нас была достаточно большая группа. Наверное, человек 15. В Лондон свое путешествие продолжила уже более... Маленькая группа? Более маленькая группа. Короче, маленькая группа. У нас было человек 8, по-моему, в Лондоне. Сколько по времени летели до Лондона? До Лондона я не летела, потому что я сначала летела из Израиля в Париж. Потом у нас из Парижа в Лондон был поезд. И потом я из Лондона летела в Израиль. Перелет из Лондона в Израиль занял где-то 4,5 часа. И прошел достаточно быстро. Я смотрела фильмы и как-то даже не заметила, как время прошло. А полет из Израиля в Париж был какой-то долгий, тяжелый. Я так, честно говоря, до сих пор не знаю, то ли 5 часов он длился, то ли 6 часов он длился. Потому что в Париже и в Израиле разные часовые пояса. И как-то там... Короче, я запуталась в этом и дальше не стала разбираться. То ли в 5 часов, то ли в 6 часов мы летели. Где-то так. Чувствуется ли в Лондоне, что он стал в последнее время мультикультурным? Или он все же остается очень английским? Я не знаю, каким Лондон был раньше, потому что я была там впервые. Вот. Но мне показался Лондон вполне себе английским. Вот. Конечно, там много живет представителей разных стран, разных культур. Больше всего мне бросилось в глаза, что достаточно много арабов. Причем арабов, которые одеваются прям очень закрыто. То есть, например, в Израиле арабы, они... Женщины, например, арабки, они одеваются достаточно открыто. Они одевают платок, но у них лицо открыто в Лондоне. Очень много людей, арабок, женщин. Прям были вот так вот закрыты. То есть, прорезь только глаза были видны. Вот. Много таких было женщин. Это мне бросилось в глаза. Также много выходцев из Индии было. И в Чайна-Тауне было много китайцев, естественно. Вот. Вот это то, что мне бросилось в глаза. Но, не знаю, Лондон мне показался очень даже английским. И этот британский английский, который звучит очень красиво. Но я привыкла к американскому английскому. И в какой-то степени мне даже было сложно воспринимать британский английский. А вы могли бы сравнить Рим и Лондон? Лондон превосходит. В чем? Интересный на самом деле вопрос. Кто не знает, где-то пару месяцев назад я была в Риме вместе с Андреем. Это была туристическая поездка. Мы ездили на 4 дня, по-моему. Рим, конечно, город красивый. Стоит его посетить, посмотреть. Но я лично, вот у меня такие ощущения. Вот в Рим я один раз ездила. И больше туда мне не хочется ехать. В Лондон я хочу еще раз поехать. И Лондон мне понравился в разы больше, чем Рим. Не знаю, вот Лондон офигенный просто город. Просто офигенный, офигенный, офигенный. И я в дичайшем восторге. Конечно, Рим мне тоже понравился в какой-то степени. Я ничего не говорю. Как бы Рим очень красивый город. И там очень вкусная еда. Очень вкусная еда. В чем он превосходит? Даже не знаю. Во всем это люди. Это архитектура. Это культура. Мюзикл. Атмосфера. Все. Это не передать словами. Потому что это просто надо увидеть. Это просто надо прочувствовать. Это мое внутреннее такое ощущение, что Лондон мне нравится. Больше других городов, которые я посещала как турист. Причем он лидирует у меня с большим отрывом. В Кемдон не поедешь. Я была в Кемдон. Там находился, находится театр, в котором я была на мюзикле. Я успела там погулять по округе. Очень красивый район, конечно. Классный. Что за отели? Как называется? Меня спрашивали как про отели Лондона, так и про отели в Диснейленде. Я оставлю название отелей в описании к видео. Так что посмотрите, если вам интересно. Пару комментариев было по поводу того, что я восхищалась оплатой проезда в метро. Что там можно просто приложить свою кредитную карточку на турникетах, и с тебя автоматически снимается оплата. То есть не нужно покупать билет. Многие писали, что во многих городах мира уже есть такие способы оплаты. Например, в Киеве, в Москве лет 5, наверное, как мне пишут. Ну да, на самом деле я в метро ездила последний раз. Не, ну последний раз я ездила в метро в Риме, а до этого я не ездила в метро очень много лет. Вообще ни в каких городах, поэтому я не знала обо всех этих обновлениях. Вот, поэтому немножко так это... Деревенщина, короче. В Израиле нет метро, поэтому я не знала, что такое гениальное нововведение есть во многих городах мира. Кстати, в Риме либо такого способа оплаты не было, либо мы просто об этом не знали, и поэтому мы постоянно покупали билеты. Музей восковых фигур. Спрашивали, поеду ли я туда или нет. Я на самом деле хотела съездить в музей восковых фигур. Это музей Мадам Тюсо. Я с детства о нем знаю. Но в следующий раз. В следующий раз. Лондон, это не последняя моя поездка в Лондон. Сто процентов. Я туда еще вернусь не раз. Странненький. Мне такой вопросик задали. Может, вы зря в Израиль репатриировались? Может, надо было эмигрировать в Англию? Тем более, вы не фанат еврейства и его избранности. Во-первых, с чего вы взяли, что я не фанат еврейства и его избранности? Я не фанат, скажем так, иудаизма и религии. Но я себя считаю частью еврейского народа. Я часть еврейского народа, хоть я и не еврейка, по маме. И вы знаете, если за те 5 дней, которые я была в Лондоне, как турист, мне Лондон настолько понравился, это не значит, что я хочу там жить. Это не значит, что этот город подходит мне для жизни. Я переехала в Израиль из Москвы. Из города, который по ритму жизни очень сильно похож на Лондон. И я не просто так из Москвы переехала. Я переехала оттуда, потому что этот ритм жизни мне не подходил. Я от него устала. Я хотела что-то более спокойного. И я нашла это спокойствие в Израиле. И я, честно говоря, на данный период моей жизни я не готова применять Израиль ни на какую другую страну, ни на какой другой город, как бы сильно он мне не понравился. Так что я сделала правильный выбор. Я репатриировалась в Израиль. И это был 100% мой правильный выбор. Англия мне, конечно, очень понравилась. И когда-то я хотела жить в Англии, но не сейчас. Я вам честно скажу, после пяти дней, особенно после двух последних дней, которые я провела в Англии, и очень часто ездила на метро, и все время передвигалась на эти достаточно большие расстояния, я от этого устала за два дня. Ладно, скажем, первые три дня я работала, и по большей степени я передвигалась на такси. Это было намного проще. Но если бы я жила в Лондоне, то я по-любому бы использовала метро практически каждый день. А метро — это очень утомительный вид транспорта. Я думаю, это логично, что восхищаться каким-то городом как турист — это не одно и то же, что жить в этом городе. Это абсолютно две разные вещи, их даже сравнить нельзя. И для какого-то определенного человека, например, для меня, какой-то город может быть офигенно классным для туризма. может восхищать, удивлять, шокировать и так далее, но он может совершенно не подходить для жизни для этого человека. И это нормально. Это вообще две разные вещи — жить в городе и посещать город как турист. Так, вроде я ответила на все вопросики, еще хочу прокомментировать комментарии ваши под последним влогом. Прокомментировать комментарии. Комментарии прокомментировать. Комментарии по поводу воза свинины в Израиль. Несколько человек мне написало, что можно возить свинину в Израиль. Даже были такие, которые написали, что за чушь ты говоришь, можно возить свинину в Израиль и так далее. Так вот, я оставлю вам ссылку в описании к видео на закон, где черным по белому написано, что импорт некошерных продуктов в Израиль запрещен. Свинина — это некошерный продукт, как всем известно, поэтому свинину завозить в Израиль нельзя. Почему большинство людей беспрепятственно завозят свинину в Израиль, например, колбаски, салы и так далее? Думаю, что если на таможенном контроле не возникает подозрения, что вы собираетесь продавать эту свинину, то на это все дело закрывают глаза. То есть вы везете свинину для личного употребления или для подарков кому-то, но не для продажи. Поэтому действительно свинину в большинстве случаев в провозе достаточно легко в Израиль, если это небольшие какие-то количества. Я и сама так тоже не раз делала. Например, мы когда ехали из Одессы, мы привезли пол чемодана свинину. Вот там, кстати, могло у таможенников возникнуть подозрение, что это мы везем на продажу, потому что мы реально привезли очень много мяса. Сала там, сыровяленого мяса и так далее. Вот там реально могло возникнуть подозрение, но нас не проверяли, поэтому мы завезли свининку беспрепятственно. Вот. Почему я в этот раз переживала? Потому что я знала, что у меня будут открывать чемоданы, и они увидят эту свинину перед глазами, запрещенный для ввоза продуктов. Но на это закрыли глаза, потому что действительно меня проверяли на то, что я везу безопасные вещи, то есть что у меня нет в багаже каких-то опасных предметов, там бомбы и так далее. Вот. Свинина особенно упакованная в фабричной упаковке, опасность не представляет, поэтому на это все дело закрыли глаза. Но по факту импорт свинины и вообще некошерных продуктов в Израиль запрещен. Также мне писали, почему в Израиле продается свинина, и откуда она в Израиле берется, если нельзя завозить свинину в Израиль. Как бы, откуда она берется здесь, там, например, колбасы, свиные, сало и так далее. Свинину здесь производят. Есть несколько кибуцев, которые получили разрешение выращивать свинину и делать свиные продукты. Поэтому вы можете на прилавках в Израиле видеть свиные продукты, причем под знаменитыми марками страны СНГ в том числе. Ну все, на этом я буду с вами прощаться и увидимся завтра. Всем огромное спасибо за просмотр. Пока-пока. Пока.